Желающих служить по контракту в сравнении с летом стало больше почти на 20%. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павлу Малкову, начальник пункта отбора на военную службу Дмитрий Зайцев. Глава региона пообщался с сотрудниками и осмотрел функциональные помещения. Есть и комнаты для временного размещения, есть спортивный зал, замечательный столовый. В целом, все так сделано очень современно. Причем хочу отметить, что в этом же здании располагается и Национальный центр по предоставлению услуг, и все это работает в едином комплексе. То есть разом можно решить все вопросы, все задачи, все проблемы и уже дальше приступить к выполнению задач. Поэтому я считаю, что такой очень правильный проект. Но сейчас с коллегами поговорили, нужно ли еще что-то. Они говорят, нет, вот сейчас сформировано абсолютно все, комфортные работы, и дальше надо только работать с вполне споставной задачей. Павел Малков также отметил, что еще на этапе разработки проекта новый пункт отбора задумывался как учреждение с максимально комфортными условиями для тех, кто готов защищать нашу родину. Задумку в жизнь удалось воплотить, подчеркнул губернатор Рязанской области. Если говорить именно про саму организацию набора по контракту, есть соответствующая государственная задача, но еще раз, выполнить ее можно очень сильно по-разному. Можно подойти формально, можно работать на той инфраструктуре, которая была, а можно постараться уже создать что-то с соответствующим всем современным стандартам. По словам губернатора, при оснащении нового пункта использовались российские материалы и комплектующие, в том числе и те, что производят на территории нашего региона. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».